20 лет тюрьмы получил житель Уральска, который насиловал 13-летнюю падчерицу. Резонансное дело рассматривали в закрытом режиме. Однако после обвинительного приговора деталями чудовищного преступления поделилась мать девочки. По ее словам, сначала она не могла поверить в признание дочери. Она мне буквально второй день швырнула в лицо аудиозапись и сказала, посмотри, с кем ты живешь. Она говорила, давай за 15 тысяч, ты со мной переспишь за 15 тысяч деньги. С прошлого раза осталось два призерватива, тебе же в прошлый раз не было больно. Ну давай, ну давай, она нет, 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 нет. Эта запись стала главной уликой в деле. Кроме того, вину подсудимого доказали заключение экспертизы и показания свидетелей. Женщина говорит, в последние годы муж часто избивал ее и делал это при падчерице. Оказывается, таким образом он пытался заставить девочку молчать о домогательствах и сексуальных отношениях, угрожая убить мать. Известно, что у пары есть и две общих дочери. Суд длился почти 8 месяцев. 33-летнего мужчину судили по двум статьям. Развращение малолетних и насильственные действия сексуального характера. И Аймагамбитов окончательно назначен на 7-20 лет лечения свободы. Вместо отбывания наказания определенного обчинения в головной системе максимальной безопасности, Аймагамбитов пожизнен лишен правом заниматься педагогической деятельностью и занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Продолжение следует...